Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Готовность номер один. Межведомственная комиссия проверила состояние детского парка накануне открытия курортного сезона. День малых форм хозяйствования – как праздник. Путешествие из Древней Горгипии в современный утриж. Ремонт объездной дороги на кладбище продолжается. Дорожники планируют решить проблему последних нескольких лет и разгрузить транспортный поток. Ремонтом это назвать можно лишь относительно. Судя по масштабам работ, идет строительство практически новой дороги. Проезд на время строительства перекрыт. Работает тяжелая техника. Мягкий грунт, лежащий в основании старой дороги, на всем протяжении заменен на твердое песчано-каменное основание. На срезе видно, что старый асфальт лежал на обычном грунте, и поэтому со временем весь просел и потрескался. Новые технологии строительства дорог позволят этого избежать. Кроме этого, объездная дорога станет значительно шире старой и составит 8 метров взамен неполных четырех, и плюс метровые обочины. То есть здесь будет полноценная широкая дорога. Также в той части, где располагается жилой сектор, будет произведена установка ливневых стоков. Для удобства строительства часть будущей двухполосной дороги заасфальтирована. Сдача участка дороги от парковой до кладбища запланирована на 1 сентября текущего года, после чего будет решаться вопрос о начале второго этапа реконструкции участка от кладбища до Анапского шоссе. И о теме дорог к дорожным знакам и информационным табличкам. Чтобы ориентироваться на улицах курорта и без труда находить телеграф, рынки, театр и пляж, на улицах Анапы устанавливают специальные указатели. Пока такие декоративные столбы-фонари устанавливаются только на центральной улице Анапы, Крымской. Потом подобные указатели будут установлены и в других частях курорта. На каждом столбе несколько указателей с точным расстоянием до соцобъекта или достопримечательности. Идея, которую мэр Сергей Сергеев озвучивал еще до начала курортного сезона, воплощена. Об этом он написал в микроблоге Твиттер. Цитата. «Это нам, живущим в Анапе, кажется, что наш город прост и понятен. А вот туристы жалуются, что трудно найти определенные адреса. Поэтому, кроме таких указателей, проведем и массовую установку аншлагов на улицах, чтобы отдыхающие не терялись». «Будет полезно». «Я считаю, что эти указатели нужны, потому что отдыхающие ориентируются, где какая улица, направление. Я считаю, что надо». «Полезная идея». «Полезная, да». Многим знакома мудрая мысль. Кто не знает историю, тот не имеет будущего. А историю у нас невероятно богатые. О ней надо рассказывать», – отметил Сергей в Твиттере. «Мы должны это помнить. Это должны знать и анапчане, и наши гости. Поэтому на основных улицах установим таблички с историческими справками». Торговля, услуги и санитарное состояние детского парка. Межведомственная комиссия проверила работу и сознательность анапчан. Кто как ухаживает за торговыми павильонами на территории детского парка. И на что похожа сегодня зеленая зона отдыха. От кафе «Катамаран» через парк к речке Анапки межведомственная комиссия проверяет санитарное состояние парка, законность торговли и оказание услуг. По правилам торговли продавать и выкладывать товар можно только в павильоне. «Давай, убирай вам внутрь все». Парк предполагает аттракционы. Первый аттракцион – неслыханной наглости от жительницы Камерона. «Документы покажите кто. Я сейчас полицию вызову просто, посвали полицию». «Я забыла, как называют, дома». Хороший разговорный русский женщина объяснила, учится в Краснодаре, будет медиком. О том, что косички на улице заплетать нельзя, будущий медик якобы не знала. Документов у иностранки нет, разрешения на работу тоже. Но свои права Камерунка отстаивала эмоционально и громко. От законной полиции мастер африканских косичек попыталась скрыться. «Спарки, импровизированный салон связи, тумба и сим-карты всех доступных операторов. Отдыхающие покупают комплекты связи. Удобно, но от обмана и мошенничества страховки нет. И кому потом предъявлять претензии по качеству услуг? Переполненная мусорная бака, некошенная трава, мусор у каждой скамейки, бутылки, окурки и пакеты. Вот так выглядит сегодня детский парк. У семьянник дитя без глаза. Если хозяева и арендаторы торговых точек не смогли навести порядок сами, комиссия принудила. Были выявлены факты очень большого количества мусора на территории. Определено на сегодняшний день, что собственники данной территории, собственники получили конкретное указание чутки до определенного времени навести санитарный порядок. То есть полностью упорядочить график вывоза ТБО, заключение еще раз официально договорных отношений с предприятием, которые заключили на вывоз мусора, и вывоз ежедневно, освобождение мусора из урн. Такие рейды будут проводиться регулярно, обязательно, это два раза в неделю. Обратная сторона медали тот же парк, но со стороны речки Анапки. Чисто аккуратно дорожка выложена плиткой. Приятно посмотреть и прогуляться. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. 51-я сессия Совета депутатов города-курорта прошла в четверг, 6 июня. Депутаты обсудили проекты решений по работе контрольно-счетного управления, финансово-хозяйственной деятельности и развитию коммунальной системы города. Еще один вопрос на обсуждение предоставления земельных участков многодетным семьям. Подробности он Светлана Авиловой. Первым вопросом повестки дня стал проект решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования. Среди перечисленных изменений прозвучал пункт 27-й, в котором речь шла об утверждении генерального плана города-курорта, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство. О выполнении годового плана контрольно-счетного управления Анапы за прошлый год отчитался его начальник Александр Грибанов. Проведено 17 проверок соблюдения бюджетного законодательства. Так, в Управлении капитального строительства проверено использование бюджетных средств, выделенных на газификацию сельских округов. В Управлении здравоохранения была осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности родильного дома. В Управлении культуры проверена обоснованность расчетов за выполненные работы по ремонту джигинской клубной системы. В этом году в Анапе начнутся серьезные работы по развитию коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения. Предусматриваемый общий объем инвестиций составляет 1 миллиард 82 миллиона рублей. Об утверждении инвестиционной программы предприятия «Коммунальная энергосервисная компания» по развитию коммунальной системы на 2013 и 2015 годы должил заместитель главы курорта Алексей Харитонов. Это строительство напорных и самотечных коллекторов протяженностью 37 километров по Пионерскому проспекту, по улице Мирной, строительство очистных сооружений по улице Мирной производительностью 20 тысяч кубометров в сутки и строительство шести канализационно-напорных станций. Один из не менее важных вопросов – проект решения об утверждении перечня земельных участков, государственная собственность на которой не разграничена, или которая находится в муниципальной собственности, предназначенных для предоставления в аренду многодетным семьям. Из перечня будут исключены свободные земельные участки в связи с их предоставлением многодетным. В станицах Гасагаевская и Анапская, в хуторах Утаж и Красный Курган, в селе Джигинка, в поселке Виноградном. Поступило 761 заявление, 401 одной семье предоставлено, 360 стоит в очереди. В настоящее время мы также изыскали земельные участки, в которые подготовительные работы ведутся. На следующую сессию мы еще дополним, вынесем проект решения по дополнению. То есть до конца года мы планируем как бы предоставить всем нуждающимся, всем обратившимся за земельными участками. Все проекты решения в ходе сессии депутатами были приняты единогласно. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Игорь Кушаков, Анапа-регион. И к другим темам. В пятницу, 7 июня, в станице Анапской пройдет праздник, посвященный Дню малых форм хозяйствования. Организаторы приглашают станичников, анапчан и гостей курорта поучаствовать в празднике, проконсультироваться со специалистами и выиграть призы в бесплатной лотерее. Управление сельского хозяйства будет консультировать по субсидиям, которые вы можете получить. Управление экономики будет информировать о субсидиях, которые можно получить по малому бизнесу. И мысчисленное управление будет давать консультации по выделению земельных участков. Также будет правовое управление присутствовать, которое будет по юридическим вопросам консультации. Кроме этого, будет устроена ярмарка привоз. Цены будут еще дешевле обычного. Так, к примеру, яйцо будет у нас от 15 рублей стоит утку. Мясо утки можно будет приобрести по цене 160 рублей за килограмм. Ну и так далее по всем продуктам. И кроме этого, еще состоится бесплатная лотерея. Можете прийти, все, кто будут приходить, будут раздаваться лотерейные билеты. И в 11 часов будут разыграны призы. Призы это у нас будут наборы сельскохозяйственной продукции. Начало праздника в 9 часов утра, 7 июня в пятницу. Гостей приглашают в парк Станицы Анапской на улице Мира. Продолжаем выпуск. Как правильно отпраздновать Всемирный день защиты окружающей среды. В Анапском археологическом музее Горгипия прошла открытая пресс-конференция по охране природного заповедника Утриш. Это первый сборник биологического разнообразия государства природного заповедника Утриш. Дом 1. Этим трудом мы открываем целую серию тех публикаций, которые у нас будут. Сразу после конференции в музее Горгипия нашу съемочную группу пригласили поучаствовать в подготовке выставки «Золото степей» из фондов Азовского музея-заповедника. Открытие выставки 9 июня. Эксклюзивные кадры подготовки выставки и редкие экспонаты в материале Ларисы Басовой. Эти уникальные экспонаты выставлялись в музеях мира в Японии, Германии, Эрмитаже, Санкт-Петербурге. И вот они в Анапе. А есть экспонаты, которые на обчаянии гости курорта увидят первыми. Самый наш богатый курган, который был исследован в 1986 году буквально на окраине города Азова, в котором было найдено более 15 тысяч предметов из золота. Это и украшения конской обрежи, а больше всего там было именно 15 тысяч золотых нашивных бляшек. Реконструкция погребальной накидки жертвенного коня представлена в виде фрагментов и состоит из 2 120 нашивных бляшек. Всего же выставка насчитывает более 2 тысяч экспонатов. Украшения из чистого золота 900-й пробы, предметов утварей из золота, бронзы, глины, обереги. Все они представляют культуру сарматов с 4 века до н.э. до 4 века н.э. Открытие выставки намечено на 9 июня, и она продлится до конца курортного сезона. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. И в завершении выпуска информация для работодателей. Специалисты Анапского центра занятости помогут трудоустроить инвалидов, проконсультируют по вопросам возмещения затрат на оборудование рабочих мест, подскажут, как вернуть до 100 тысяч рублей. Дополнительную информацию узнавайте по телефону 320-41 или по адресу Центра занятости населения, город Анапа, улица Калинина, 12А. А мы напоминаем телезрителям. 8 июня в субботу в Анапе большой праздник. Открытие летнего сезона 2013. Прямую трансляцию праздничной программы и выступление звезды российской эстрады Валерии смотрите на нашем канале в прямом эфире. Трансляция будет проходить в субботу в 21 час. И на сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Только нужные покупки в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. В пятницу 7 июня в Анапе будет теплая безоблачная погода. Температура воздуха в дневные часы плюс 21-23, ночью до 18 градусов по Цельсию. Ветер переменный – 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 20 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300.